Субтитры сделал DimaTorzok И вот новая часть, в которой нас, судя по всему, опять же, поведут под ручку, как в Conviction То есть игра будет более казуальная, чем в старой части Но при этом очень крутая и очень киношная Ubisoft не секрет, что уже давно пытается сделать свой Call of Duty И у них это неплохо получается Conviction был, на мой взгляд, крайне неплохо в этом плане Думаете, Америка вас не найдет? Зачем, генерал? Мы сами придем в Америку Окей В Америке, судя по всему, опять какой-то внутри Не враг Или что? Мне не нравится то, что сделали с Эмом Фишером в этой части То есть, по сути, его Не очень уж омолодили Но при этом Внешность поменялась довольно кардинально Напомню, что в первых частях ему где-то 50 лет А здесь где-то около 40 Нет голоса Майкла Аренсайда Керамбит — это самая нужная вещь для воздушной разведки Ну, давай Пригодится Где Чарли со своей связью? Эй, прости Я тут кое-что ценное налаживаю напоследок Я убрал все официальные частоты Зачем? Чтобы генералы под руку не лезли Наш человек Сэм Необычно смотреть на такого Сэма Погнали Загружаю Готово Группы, это король Начинаем Пешка готова Почему-то, знаете, это больше всего напоминает вступление к фильму «Скала» Помните такой офигительный фильм? Пешка готова Что-то еще, шеф? Скажи Саре, что меня не будет пару дней У Сары ведь нет парня? Нет? Ну, нет, значит, нет Не взламывай их систему Мы тут гости Да, но у них все так просто Этот парень похож на актера одного Не помню его имени Но в многих фильмах Скорее всего, так и есть Его внешне просто срисовали Готово Шифроключи от зоны F Срок действия — 40 дней Они уничтожены Брось его Слон убит у нас, здесь тихо Глушите все Выступаем Черный список За дело База Андерсон, это Паладин-02 Прошу разрешение на взлет Как слышите? Радио сдохло? С радио все в порядке Андерсон, Паладин-02 на связи Прошу разрешение на взлет с вертолетной площадки Альфа-9 Мы опаздываем В жопу правила Надо успеть на партию в покер с генералом МакГованом? Как еще я расплачусь за вертушку? То есть, насколько я понимаю Нападение происходит именно на ту базу На которой сейчас находимся мы Окей Выглядит все очень неплохо, да? Брось его Группа Браво, что у вас? Браво готово Вперед! Ох, сейчас я чувствую глупит Это пипец Вау! Это чем-то так рванул-то Офигеть! Твою мать! Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Паладин-02 Мы падаем! Держись! Офигеть просто Как будто я за рулем был За штурвалом На самом деле, вступление довольно любопытное Но пока ничего не понятно Кто эти люди? Почему они напали на эту базу? Что происходит? Сюжетная игра, по-моему, с предыдущей связью Связана только с героем А все остальное абсолютно новое Что, опять же, означает черный список То есть, блэк-лист Вик, помоги, я застрял Телефон, Чарли Да Твою мать, парни, вы целы? Что получилось? Вертолет сбили Мы целы Похоже, взорвали оружейный склад Ты где? Прячусь с ноутом под грузовиком Слушайте, парни Все частоты блокированы Где-то есть глушилка Сигнал К северо-западу от вас Сиди тихо Мы найдем ее Пошли Но вертолет, конечно, не сбили Он сам упал В результате нервной вал Ну, вы поняли Почему ты так думаешь? Я бы так делал Будь начекус Ну, окей И, собственно, начинается игра Я думаю, будет сначала Какой-никакой туториал Как это у них принято Блин, любопытно Эти парни, похоже, профи А у нас нет даже пистолета Да сейчас найдем Не волнуйся Провемся пока в канаве Офигеть просто Кто это вообще? Такой взрыв Это чуть ли не ядерный Офигеть Это не миномет По звуку точно град Град? Что здесь делает град? Вон, смотри Прикрою Офигеть Валим Уходим Разойтись и продолжать поиски Индикаторы костюма светятся Когда вы прячетесь в тени Хорошо Вик, замри Хана тебе, парень Не ходи туда Там людей убивают Да какой чисто Ну только что человеку убили Давай, пойдем Подожди Подожди Получается Это Вик Что-то его тоже не узнать Так, как тут Кнопка Б Ну, в принципе Не сильно отличается От того, что Сейчас, допустим Играет Конвикшн Недавно переиграл Так, удерживайте Чтобы открыть Смертельные Ну, давай Смертельные Чего-то Нужны привезти Капра Капра Это Парень Не замерзнул Так, глушая Рана И помощи не будет Если они блокируют связь Я им займусь Найди глушилку Ладно, Вик Удачи Так, ну, пока что Все узнаваемо Геймплейно Это очень похоже На Конвикшн Который Немножечко Дупилили Потому что В принципе Там очень много Вопросов Вызывало Именно управление Кто мог Реально поставить Кнопки Вот так На раскладке Это был Очень серьезный И животрепещущий Вопрос Здесь Вот это Вот серьезно Поправили И эргономика Управления Очень хорошая Ну и графически Все это выглядит На мой взгляд Прекрасно На Директ Иксе Одиннадцатом Так, как его пометить Врагов помечать Будь по твоему Ой, тихо Что-то Кто-то Блин, разговаривать С кем-то Офигеть Ну ладно Сейчас разберемся Я думаю Большой проблемы Я в этом не вижу Раз, два, три А больше мы не можем Да? Окей И что вообще Там с лома посходили Так, снимем Обязательно проходить По стелсу Вы сами выбираете Каким способом То есть Прорываться с боем Действовать полностью Незаметно Не убивать врагов Либо быть смертельным Смертоносным Но при этом Скрытым Таким бойцом Мне больше хочется Именно последнего Потому что Это реально круто Так, окей Хорошо А как управление По-моему Нет ничего Хорошо Больше не будем Так ошибаться Ладно Это что-то Это по-моему Очень круто Уходим К чертовой матери Оттуда Ладно Потихоньку Осваиваемся И Дружок По-моему Нам лучше От тебя свалить Сейчас Вон там У нас кто-то Еще ходит Как-то странно Укрытие работать Я к ним привыкнуть Не могу Я хочу Я хочу их всех убить Вроде никого Больше нет Тихо-тихо-тихо Такой кнопкой Офигеть Неплохо Так Ну парень Я думаю У тебя тоже Дело очень плохо Потому что Один остался Иди сюда До свидания Перезарядка Правый стик Окей Ну В принципе Как я и говорил Геймплейная игра Не сильно поменялась В предыдущей части Просто очень многие моменты Запилили На более высоком уровне Но при этом Все равно Это именно стиль Конвикшн Это не стиль Предыдущих частей Пока Более киношно Чем первые части Менее Харткорно Пока что По крайней мере Пока что Больше похоже на кинцо Но очень круто И очень интересно Так Держись парень Мы вызовем помощь Свои Ты вырубишь эту штуку Я постараюсь Как там парень Скверно Это же Это же тот по моему Который с гранатой оставили Нет? Генератор напряжения И блокировать посторонний сигнал Не двигайся Чарли список Помолчи Ладно Чарли А где выключатель? Видишь линию и кнопку? Угу Жми Что ты сказал? Что ты пытаешься мне сказать? Ты о чем? Черный список победит Получилось, Вик Черный список победит Граната Твою мать Вик, я надеюсь, не помер Он, кстати, тоже стройный Такой подтянутый стал Помните, какой пузатый был? На крупную военную базу в США На острове Гуам Таких потерь не было Со времен Перл-Харбора Ответственность на себя Взяла группировка Инженеры Они выложили в сеть ролик С подробностями теракта Чтобы подкрепить Свои... Ух, а сколько просмотров Назвали теракты Черным списком Черный список Черный список А это грим, я так понимаю, да? Гримс дотер Америка Это черный список Каждую неделю Новый год Наши требования просты Наши солдаты В 153 странах Отзовите их Сейчас же О, это было бы неплохо Вы знаете, я на стороне этих инженеров Хватит грабить и убивать Будет разрушать страны Мать ваша Но мы не можем найти Фишера Его друг тяжело ранен А где Виктор Коста? Там и Сэм Разгром на Гуаме Угроза новых терактов По всей Америке Миру нужны ответы Мистер Фишер А у меня их нет Четвертому эшелону Не найти их Без лидера Держись, Вик Вику не очень хорошо Ты посмотри Мне нужен один из людей Вика Без вопросов Берите Чарли Коуна А с Гримс Доттер Отправится один из лучших людей ЦРУ Айзек Брикс За этого персонажа Мы можем играть в оперативе Насколько я помню Она тоже была резко против Увы, Сэм так не пойдет Она работает с вами лучше всех Четвертый эшелон ждет вас, мистер Фишер Неплохо Интересная завязка Я люблю такое Это, знаете, напоминает Крепкий орешек четвертый Только там, конечно, это все Билось в основном через Интернет Но здесь ребята действуют И в реальности неплохо Первый раз летишь Нет Удалось что-нибудь нарыть об этих инженерах? Пока нет Брикс и наши агенты проверяют кое-какие наводки А список? Американская свобода, американская кровь Это теракты У каждого свой срок До американской жизни еще пять дней Время уходит Мы просчитываем возможные цели их атаки Пока расскажу про самолет Военный транспортник-прототип? Его еще модифицировали Оружейное, лазарет, изолятор Все как на обычной базе Только летает, как в старые добрые времена Что такое, Брикс? Вживили подкожное радио Ощущение, как дрель уткнули Борт номер один по сравнению с ним Бумажный самолетик, да, Сэм? Хочешь поговорить об улучшениях? Позже, покажи мне все Новости, поиск информации в сети Прогнозирование, анализ фото и видео Еще доступ к зарубежной электронной разведке Распознавание лиц по базам ЦРУ, АНБ, РУМО и ФБР В реальном времени Так вот, чем ты все время хвастал СМА Стратегический многоцелевой интерфейс По сравнению с ранними разработками Он серьезно улучшен Он тебе все объяснит Самое классное Всем можно управлять прямо отсюда Или через обсад, если ты на земле Впечатляет Ладно, скажи, если что нужно Мне надо кое-что проверить Спасибо Интересно Вы знаете, я просто, с одной стороны, удивительно Вообще видеть Сэма Фишера таким молодым И его реально сделали поджаром Сухопаром Для меня Сэм Фишер всегда был таким рослым детиной Помните, в первых частях Это же пипец, какой огромный мужичина был Там реально два метра Здесь он где-то, наверное, метр восемьдесят Даже пониже И при этом очень такой жилистый, сухой Не сказать, что сильно подкачанный Просто в хорошей форме И понятно, что такому персонажу Голос Майкла Аронсайда Уже не очень подходит Там, потому что голос был Реально глубокий Такой тембр Ну, знаете, Майкла Аронсайда Сюда бы подошел голос Скорее Ну, который вот сейчас есть Он, в принципе, сюда идеально подходит Вот К чему это я В общем, поделился Ух ты Совместный Это, то есть, своеобразное главное меню получается, что ли Мы сейчас находимся Такой Брутальный Шоколадный заяц Неплохо Ну, я думаю Вот за кооператив мы Возьмемся Когда будет время Потому что я думаю Это будет интересно Одиночного прохождения Меня на канале не ждите Потому что он будет вообще везде И без моего канала Вы сможете это посмотреть У меня в это время будет идти Кое-что более крутое Я вас уверяю Давайте поговорим С грим Слушай, Сэм У нас впереди много работы Может нам все же объяснится? Что было, то прошло Так, да? Сама говоришь Работы полно Улучшение самолета Задание Что-то я по ценам И лично На мой взгляд Опять же Так, ну и что Давайте посмотрим Что это за СМИ Такой Что это вообще? Наверное Шпион наемники Взяли парня с данными Ого Что-то попахивает Транспорт Понеприметней Я, который был Который был Такой облегающий Это костюм боевых пловцов Его совершенно Только потому Что он круто выглядел Взяли за основу Костюма Сэма Но при этом Он очень непрактичен Был, если так подумать В нем персонаж Долго Страшно потеть Так, снаряжение Можно настроить Гаджеты Ну, я в принципе Вот Камерой липучкой Довольно много пользовался Остальное Мне как-то В основном Вот когда я играл В Conviction Доставляло больше Убивать врагов В рукопашную То есть Подкрадываться сзади Лупить, либо убивать их С помощью там Трех выстрелов В очереди То есть Эхолот Позволяет засечь Противника сквозь стены Для переключения Бла-бла-бла Так, костюм О, тут реально круто Я это очень люблю Когда персонаж дает Кастомизировать Ну, сейчас мы, я думаю Возьмем то, что По умолчанию Здесь такого довольно много Как я посмотрю Ботинки Нано-шинель Офигеть Интересно Аскал-сьют Есть как в металл-гире Индикаторы Можно поменять цвет Ух ты Круто Розовый Неплохо Так Ну, оружие Пистолет А что нам еще Нужно-то В принципе F-40 USG Вот USP мне, конечно, нравится Ну, в принципе Они все неплохие Какого черта Дополнительное оружие MP7 Вектор Вектор Вообще Обожаю эту пушку Но куплю я ее потом Хорошо Спецоружие Шокерш Арбалет Кому нужен арбалет? Вообще Не люблю арбалет Хорошо Погнали Грин Как обстановка? У нас Кисна Брикс Ты видишь, что Вокруг убежище? Я только пришел Плохо дело На площади Множество боевиков Прикольно Ливия Ну, как обычно Ливия Ближний Восток Сраный варвар Как там у них принято В американских шутерах На самом деле Конечно, все по-другому И Ливия жила Надо сказать Даже получше Чем Соединенные Штаты Ну да ладно Я на площадь Пока что я могу сказать Что это Офигеть Продолжай пытаться Дай знать Если агент отзовется Ладно Хорошо Пойдем Короче говоря Игра геймплейна Выглядит как Очень хорошо Допиленный до ума Conviction Который все-таки При всем При всех Его положительных Качествах Был на мой взгляд Не самую удачную Игрой в серии Теперь Все вот эти вот Моменты Которые в нем Раздражали Они в принципе Доведены нормально Туалет Сзади Ок Так Хорошо Сюжет При этом пока что Не знаю Ну конечно В основном Про это все Можно будет говорить Именно уже После прохождения Хотя бы там Процентов 10-20 Игры Но пока что Выглядит Как достаточно Клишированный Сюжет От Ubisoft Как они любят Твой агент Вышел на связь? Не вышел Боевики повсюду Сказал же Чисто не выйдет Какие-то странные Проблемы со звуком Ну да ладно Так И я думаю Что в своем Обычном костюме Он привлекал Меньше внимания Так Хорошо Ну давайте Пробираться Раз уж он Разоделся В черный костюм В пустынный Камуфляж Ему почему-то Не понравился Либо всему Ок Найдите кабину Кобин Это если кто Не помнит Персонаж Предыдущей части Который Собственно Был в первой Самой миссии Которую мы Пробирались Во Франции Угрушение Убийство Заполняют Ну я как бы В курсе Хорошо Если встанешь На пути у босса Сдохнешь Раньше времени Хорошо Почему не могу Двестись на других Еще одно обучение Никто даже Не заметил Отлично Ну ты и шутник Сколько нам Еще тут торчать Сколько нам Подойти поближе Я это уже Проделал во время Вступления Ну да ладно Здравствуйте Что творится Далее убежище Не вижу Пока нет Может лучше Некогда Я захожу Ну да Очень круто Ты что Один такой Закрывать Окей А блин Я думал Хорошо Окей Хотите войны Будет война Я думал Сидит какой-то Я не знаю Кого-то пытают Оказывается Это один из них Сидел Ну да ладно Ничего Кто-нибудь еще Пришел И все Окей Так Это включать Выключать Прикольно Сеттинг Пока такой Типичный Для шутеров Последних лет У нас в свое время Была мода На играх Второй мировой Теперь мода Проиграна В Нижнем Востоке Ну и конечно же Я думаю В этом сюжете Не обойдется Без пары тройки Плохих русских Один на балконе Можно подобраться Незаметно Комната справа Там через окно Наружу По карнизу Спасибо Так сейчас Секунду Только тут Дяденька идет Надо бы Его вырубить А потом уже Посмотрим Что там справа У нас Здесь свистеть Можно Нет Так Окей Что-то Даже не знаю Похоже Свистеть Никак нельзя Это была Очень крутая Способность Кстати говоря И там В комнате Еще кто-то Ходит Окей Есть кто О Тут кого-то Грохнули Беда Квартирки Сделаны Неплохо Так Очень часто Бывает Что они Отвяжись Реально Сделаны И там Стоит Один стол Одна кровать А здесь Телевизор И какие-то Там мелкие Детали Которые В принципе Половина Игроков Даже И не заметят Иду Ох Какой это Фейл Ну Я просто Подумал Что меня Не заметят И да Так Не задеть Гражданских В целом Я думаю Так Игрушка Я вам показал Более-менее А дальше Там свои навыки В стелсе Покажет Каждый сам Но В целом Я пока что Вижу Что это Реально Очень крутая Игра Так Давайте Наведем Шуры Спасибо До свидания А мы пойдем По своим делам Пусть пока там Бесится Пока что Повторюсь Я вижу Что это Просто Конвикшен Который Делал я Чуть более Прямыми руками Но при этом Конвикшен Я очень люблю Несмотря на то Что не считаю Его полноценным Спринтерселом Тихо Потому что Спринтерсел Для меня В первую очередь Где-то Предыдущие части Серии Так Окей Нам вообще Вон туда Но блин Охота их убить У нас Множественные потери Все к бою Да Черт Так Что тут За мужчина Здравствуйте А Может Разбросить Эх Блин Не особо Вошел Я помню В предыдущей части В окнах Посылал просто Типу Муаммар Каддафи Такой Вообще Не похож Не знаю В Конвикшене Мне по сути Нравилось То что там Сеттинг Именно Америка И Реально Было интересно Находиться Потому что Вот эти Разнообразные Арабские Пейзажи Они уже Просто В печенках Сидят Ну ладно В принципе Я не вижу Там чего-то Особо страшного Повторюсь Я уверен На 100% Что эта игра Очень крутая Просто Она Чего-то Нового Я думаю Не принесет Просто Доставит Немножко Как фонар Кто-то Кто-то Не пришел Там Нашим Так что В принципе Вот такие дела Давайте На этом Заканчивать Наверное Дальше Каждый Либо Посмотрит На других Каналах Прохождения Либо Поиграет Сам А вы Кто такие По-моему Эта игра Стоит Того Чтобы Как минимум С ней Знакомиться Тем более Что Деньги За нее Ломят Не такие Уже Страшные Ну И повторюсь Не надо Просить Чтобы Я прошел Эту игру Я в этот момент Буду проходить Кое-что Более Интересное Именно В плане Прохождения Для канала А эту игру Как и вы Пройдет Для себя Потому что Она этого Определенно Стоит Надеюсь Вам понравился Этот первый взгляд Увидимся С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Продолжение следует